Человека хорошего, благожелательного и искреннего можно узнать по его глазам. Ведь глаза – это зеркало души. Благодаря зрению мы воспринимаем 98% информации от окружающего мира. Но существует очень коварное заболевание, которое все-таки не щадит наше зрение. И если мы упускаем какой-то малейший шанс, оно берет вверх над нами это – дистрофия сетчатки. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители. С вами прямой эфир программы «Манес де Маселе». И сегодня гости нашей студии расскажут нам об этой патологии. У нас сегодня в гостях замечательные люди. Это Ельдос Болтабаевич Тусибаев, врач-офтальмолог городской клинической больницы номер 5. И Владислав Станиславович Моисиенко, врач-офтальмолог городской клинической больницы номер 5. Ну, человеческий глаз действительно без спору удивительный оптический прибор, да, созданный создателем. Ну, прежде чем перейти к дистрофии сетчатки, нам сначала надо разобраться с нашими человеческими глазами, Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее, что представляют из себя наши глаза. Здравствуйте. Зрение – это один из пяти чувств, которые мы принимаем информацию. Орган зрения, то есть, состоит из глазного яблока и вспомогательного органа. Вспомогательный орган у нас считаются веки, ресницы, окологлазные мышцы, которые отвечают за движение, то есть, глазного яблока. И второе, это непосредственно, это глазное яблоко. Глазное яблоко сам по себе состоит из трех оболочек. Это соединительная ткань, которая состоит из склера и роговицы, то есть, самая опорная часть, которая окружает глазное яблоко. И второе, это сосудистая оболочка. Сосудистая оболочка представляет из себя радужку, силиарное тело и само сосудистая оболочка. И третья оболочка – это сетчатка, то есть, которая воспринимает непосредственно, отвечает за светоощущение. То есть, сетчатка отвечает за светоощущение, да? Да, и за зрение. И помимо этого, есть в глазном яблоке оптические органы. То есть, к ним относятся хрусталики, стекловидное тело, которое непосредственно придает глазному яблоку форму. И, как я уже говорил, немаловажная вещь – это роговица. Это тоже относится к оптическому среду, к оптической среде. Дорогие телезрители, я напомню, что мы находимся в прямом эфире, и вы можете связаться с нами и задать любой вас интересующий вопрос. Номер телефона нашей студии, прямого эфира – 313-18-24, 313-18-25. Ну что ж, значит, мы узнали уже более-менее, что из себя представляют наши глаза. Давайте теперь мы все-таки остановимся на дистрофии сетчатки. Что это такое? Я думаю, прежде чем перейти к самой дистрофии, необходимо дать понять, что сетчатка – такая оболочка внутренняя, она имеет, конечно, и хоть и тонкий размер, но состоит из 10 слоев. Это достаточно сложное соединение нескольких слоев между собой, должно быть постоянно непрерывное. И от учитывая изменения, которые происходят в этих слоях, относится как раз к таким заболеваниям, которые назвали дистрофией. Причин, конечно, вызывающие патологию на сегодняшний день, насчистится несколько. Это зависит от большинства, так скажем, образа жизни, наличия обменных процессов, нарушенных в организме, заболевания, которые хронической формами, диабетические, гипертонические состояния, нарушение работы почек. Можно относиться на неврологию. Частое пребывание на ярком освещении в горном месте, при незащищенных глазах с солнечными очками можно получать также ожог роговицы и в ближайших средах той же самой сетчатки. Можно защищаться. То есть, получается, сетчатка – это такая тоненькая пленка, да? Ну, тоненький слой, состоящий еще из десяти добавочных столов. Вот в этих слоях и, получается, преобразуется световой пучок света в нервную передачу. То есть, в дальнейшем уже по нервным волокнам в мозг мы понимаем с учетом интеллекта нашего, что это такое. Ваза, диван, мы перед вами. Вообще все предметы, все, что мы знаем, мы видим за счет того, что передает световый пучок в нервную пучок. Ну, смотрите, можете добавить, да? Ну, помимо этого, там добавить сетчатка, то есть, обволакивает внутреннее головное яблоко с внутренней стороны, то есть, она состоит из центральной части и периферической. Центральная часть – это непосредственно отвечает за центральное зрение, то есть, за остроту зрения и периферическая часть, в которой мы получаем тоже, как бы, сигналы. Помимо этого, сетчатки есть… Вся информация идет зрительному нерву, то есть, можно так добавить. Давайте все-таки мы более углубимся и остановимся на этом вопросе. Ну, причины, так сказать, заболеваний дистрофии сетчатки множественные, то есть, основная причина – это возраст… люди пожилого возраста, то есть, чем старше возраст, то есть, тем риск больше заболеть дистрофией сетчатки. То есть, считается, условно, люди возраста выше 60, как бы, более подвержены заболеваний сетчатки. Помимо этого, еще это риск считается образ жизни, то есть, какой образ жизни ведет, то есть, не злоупотребляет ли, как бы, ну, как бы, алкоголем, вот так скажем, курением, да, непосредственно. – Отличие вредных привычек. – Да, да. И помимо этого, что, как бы, как человек питается, то есть, что кушает, то есть, если много жирных, то есть, жир тоже провоцирует, как бы, заболеванию дистрофии сетчатки. Помимо этого, есть хронические заболевания. – Актическая предрасположенность. – Да, это, да. Там дистрофия сетчатки, помимо этого, там делится, то есть, рожденные и приобретуемые. Рожденные, то есть, то есть, кинетически предрасположенность, что там идет пигментная дистрофия сетчатки и, как бы, с детского возраста точечная дистрофия сетчатки. Пигментная дистрофия сетчатка – это как название, по названию, как бы, ясно, то, что там вообще идет пигментное слое сетчатки, то есть, в простойной роде говорит, это говорит, как бы, куриная слепота. – То есть, куриная слепота – это же ночью человек вообще в упор ничего не видит, да? – Да, в сумеречное время, как бы… – Выбивает при снижении светового дня, промежутный период, снижается, остротается. Человеку достаточно трудно ориентироваться внешне. – Ну, у нас на линии есть телефонный звонок, давайте послушаем. – Обычательно. – Добрый вечер, ассаламу алейкум, вы в прямом эфире. – Я звоню вам с города Караса. У меня… Говорите, говорите, конечно, мы вас очень хорошо слышим. – У меня только сетчатки и дистрофия сетчатки. Вот у меня перед глазами зеленые цвета, я не вижу. А это длится или нет? Я хотела знать. – Владислав Станиславович, да. – Казательно отслойки сетчатки, то, что у женщины, которая позвонила, надо установить, какие даты были этой отслойки, насколько она застарела, оперировалась ли она и насколько оставили… Ну, смотря какой способ еще был самого хирургического лечения этой отслойки. То есть, так ответить просто, не задумываясь, очень сложно, потому что масса нюансов, которые присутствуют при этом. Значит, при отслойках делаются методики и круговое давление наружней, есть и внутренние, когда проводят замеры стекловидного тела, вводят туда вещество силикон, которые прижимают эту осложившуюся часть, дополнят его медикаментозно, чтобы опять же оказать действие на вот этот участок осложившейся сетчатки. И требуется время для ее приживания, то есть, нахождение этого силикона, который используется при таких вот методиках современных. То есть, прогноз благоприятный, если соблюдать необходимые требования и условия в послеоперационном периоде. И, естественно, под наблюдением. При состоянии сетчатки и ее приживаемости уже ведущий врач будет ориентировать на то, как в дальнейшем себя вести. Но с остротой зрения трудно говорить, смотря какая она была у человека до этого. Если она была ослаблена до того, когда ослоилась сетчатка, то, конечно, повышение ее зрения может быть минимальным, незаметным. А если у нее было достаточно нормально, ослоилось, конечно, процент какой-то все равно будет у нее, ну, так скажем, невосполнимый. Вот таким образом. То есть, будет зависеть тоже от нее. А что касательно зеленых кругов, я так и не понял вообще-то вопроса. Зеленые пятна или круги, там, чтобы было более непонятно. То есть, вот детально, чтобы понимать, было бы, конечно, если бы она обратилась хотя бы даже к нам со своей информацией, мы можем оставить наши номера телефонов. Ну, конечно, мы обязательно потом... Уже предметно эти вопросы обсудить. Да. Потому что не видеть человека, конечно, сложно. Мы можем дать информацию касательно некоторых заболеваний, не глядя, потому что мы знаем, что происходит, и как с ними, допустим, их диагностировать, как профилактику проводить. Отвечать на вопросы, как лечить, очень сложно, потому что, не зная человека, не видя ситуации, просто это нереальные вещи, да, их стараемся мы не делать. Мы обязательно после эфира дорогой через зритель может к нам позвонить и узнать ваши номера телефонов. Да, узнать наши контакты. И связаться с вами, без проблем. У нас еще два телефонных звонка на линии. Добрый вечер, ассалам алейкум. Алла, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Я со стороны звоню. Ага, очень приятно. Ага. У меня, знаете, диагноз атрофия глазного нерва, вторичная глаукома. Сейчас положение такое, что у меня грубой ребенок полтора месяца, и во время беременности у меня появился эридокциклит в воспарении глаз. А вот теперь сейчас тоже вот эта болезнь мучает. Во время беременности я закапывала диков и вегатекса. Сейчас можно закапывать диков и вегатекса во время лактации. Вопрос Ваш понятен и у нас второй телефон на линии. Нормально, я даже не знаю, что у меня тоже есть. Угу. 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 Болда с изна сурагнус тусунгта? Баркоза клейбок. Начнем, наверное, с первого вопроса, потом перейдем на второй вопрос. Ну, второй, да. По первому вопросу здесь, в общем-то, учитывая лактацию с препаратами, есть ограничения. Надо учесть еще состояние, насколько у нее период обострения, либо сейчас, так скажем, вне обострения, как ремиссий. Ну, как бы, вообще-то, как бы... Что можно вообще предпринять ей сейчас? Просто видно, что у девушки голос дрожит, поэтому она ищет ответов на свои вопросы. Мама кормит, да, это все ей... Ну, как бы можно допустим сказать, что, как бы, глазные капли в основном оказывают местное лечение. То есть, да, бывает, допустим, что она в общих системах попадает и, как бы, через карму влияет на ребенка. Но, так и, ну, скажем, такие капли, думаю, грубые нарушения, как бы, патологии не приведут. Ну, ну, все равно надо посмотреть состояние глаза, как бы, на каком... То есть, период обострения или ремиссий, то есть, спокойный период. По мемету, да, ну, как бы, сопутствует, что там идет у нее, как бы, вторичный глауком. Глаукома. Да, это серьезное заболевание, как бы, считается. Вот так. Ну, в принципе, то есть, здесь давайте так константируем все-таки факт, что ей сделать этой девушке. Куда обратиться? К специалисту по месту жительства? Ну, находясь, допустим, где она с Астана сказал. В Астане, да. Вот, она может туда обратиться, учитывая, что она еще кормящая, и такие переезды оттуда-сюда будут затруднительные, чтобы вопрос с нами решать. Вот, она это может по месту своего жительства найти. У нее есть, конечно, сложности, учитывая сочетанные нарушения плюс вторичные изменения. Поэтому одними каплями, доктор сказал, очень сложно. И в данный момент это проявление внешних изменений, которые происходят внутри организма. То есть, проявилось именно здесь. Это надо заниматься. В дальнейшем консультации понадобится ревматолога, эндокринолога, неропатолога. То есть, тут надо будет расширить поиск и заняться самой причиной. Одними каплями. Действительно, есть капли, которые влияют и на ее состав молока, и будут влиять на уровень глазного давления. Поэтому вот Диплов, который она назвала, да, противовоспалительные препараты, они имеют отношение к повышению давления и изменяют там состав. На второй вопрос, да. Косоглазие. Так бывает как бы первичное, вторичное. То есть, косоглазие на фоне того, что, если идет там слабое зрение, на фоне этого может появиться. Помимо этого, заболевание, вторичное, то есть, идет заболевание головного мозга. Как бы, надо с первой причины искать. После этого можно говорить. То есть, если причину найдем, то можно ли лечить или нет. То есть, бывает, то есть, обычно в детском, юношеском возрасте косоглазие появляются, ну, такие распространенные заболевания. Это амблиопия, да, то есть, ленивый глаз называется. Ну, на фоне этого, как бы, зрение идет, ну, глаз будет косить. Вот так. Ну, если на фоне, там, допустим, заболеваний, то есть, головного мозга, то надо будет дальше консультация невропатолога. Вот так. Ну, в основном, это если первичная причина, то есть, если чисто связано с заболеванием глазного яблока, да, рефракции глаза, то, да, там идет аппаратное лечение. И этот, если не подводится аппаратное лечение, там идет хирургическое лечение. То есть, вот так вот. То есть, хирургическим путем поправляют у вас? Да, если это причина, там, рефракционная причина, если, но если идет там причина, связанная с головным мозгом, да, ну, там непосредственно, как бы, идет лечение от невропатолога. То есть, анатомические нарушения, если можно подправить, допустим, укорочением влечения мышцы, то будет тактика предложена. А если это связано с ослаблением иннерваций, то здесь надо будет уже заниматься, как доктор отметил, присоединять к поиску пневропатолога, да, с мозг, да, с такой. Глаза в голове, мозг за это отвечает. Ну, то есть, мозг, да. На все наши действия отвечает мозг. Даже восприятие того, что мы сейчас вот друг друга видим и при ярком освещении, все равно это нагрузка в каком-то роде. Ну, вот, к примеру, да, если человек сидит очень длительное время за компьютером, бывает, люди вот с утра пришли на работу в 9 часов, как сели за свое рабочее место, все только в 7 часов у них лавка закрывается, они едут домой. То есть, вот длительный период нахождения перед компьютером, как оно может вообще сказаться на наших глазах, действуют ли эти волны на сетчатку и в дальнейшем что может произойти? Учитывая современные мониторы, они проходят санпин, то есть, допуск к работе с этими арктехникой вполне разрешаем, да. Тут самая проблема возникает в длительности нахождения перед ним, то есть, получаешь не столько излучения и, допустим, перегревания, да, от мониторов, учитывая, что они же кристаллические, они такого раздражения не дают, то есть, вы можете даже рукой вот так поднести к экрану, да, и почувствовать, насколько вам тепло будет от него. Это надо практически прислониться, чтобы почувствовать утепление. А касательно расстояния, с которой обычно люди работают с монитором, это порядка 60-70 сантиметров. Время работы, это имеет значение, то есть, предложена простая методика соблюдения зрительного режима. Это часовая нагрузка с чередованием минут на 15, переводом взгляда вдаль. Не обязательно, допустим, кто-то может быть и вставать, ходить. Можно просто приподнять взгляд над вашим же монитором, если, допустим, не ходить, а ходить. И переводить взгляд вдаль, свыше там трех метров, чтобы глаза отдохнули. То есть, глаза, когда смотрят вдаль, они отдыхают. А когда... Расслабляются. Тогда имеют напряжение. У нас есть телефонный звонок, потом мы снова вернемся нашим вопросом. Я обеспечу, конечно, хороший свет. То, что важно. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Ассаламу алейкум. Алло. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Я говорю с Караганды. Мне 68 лет. Показывал глаз микрохирургии по Абгеру. Давления глазных нет. Короче, всю жизнь, 50 лет ездил за рулем. Два месяца как продал машину. Потому что я 100% вижу. Китаю много. Самула. А ночью, мне кажется, как будто я навстречу выхожу в сторону. Как мне быть. Значит, у нас еще есть на линии второй телефон. Добрый вечер. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Вы в прямом эфире. Алло. Алло. Яс. Саламе цзбе. Саламе цзбе. Мне 80 лет. У меня атрофированные сосуды глаз признали. Угу. Вот. Ни глаукома, ни катаракта, нет ни давления. Все нормально. Вот только атрофируют сосуды глаз. Угу. Я страдаю 20 лет с гипертонией. Мне говорят с гипертонией. Что мне делать? Куда обратиться? Угу. Я мелкие не вижу. Угу. Все. Вопрос понятен. 80 лет бабушке. Неплохо. Значит, получается, давайте сначала на первый вопрос ответим, потом на второй. Ну, насчет того, что мужчин, как бы, ну, так сказать, надо осмотр пройти, конечно. Там бывают множественные жалобы такие, да, как бы, на встречном, в сумрачном времени. Ну, человек вообще зрение, как бы, в вечернее время человек организм устает, как бы, все, как бы, загружается. И, как будто, такие моменты бывают, что вечером плохо видишь. Угу. Вот так. Так, как мужчина сказал, что везде хорошо видит, как бы, ну, проверился, острота зрения хорошая. Ну, как бы, да. Да, помимо того, что, как бы, отутомляемость может быть простая причина. Вот надо смотреть. Если раз патологии нету, ну, может быть, там, витамины получить, как бы, такие лечения. А пытался он очками подрегулировать свое вот это нарушение, если он в темное время суток плохо видит. То есть надо этот момент тоже учесть. Будет ли ему помощь от, допустим, предполагаемых очков. То есть месте, где он будет обследоваться, у доктора, попытаться подбор сделать очками, если этого не произойдет, улучшение. Да, конечно, проблема та, которую мы сегодня собрались, связанная с нарушением восприятия, то есть разрушением клеток сетчатки, то есть заболевания ее. К сожалению, вернуть нарушенные, так скажем, моменты этих участков пострадавших уже в здоровое состояние не получается. Сама задача стоит не дать развиться дальше. Вот такая. И сохранить в том состоянии, в котором оно сейчас, в данном случае, уже было, так скажем, зафиксировано, доктором записано, какие изменения произошли с сосудами, какие изменения произошли с сетчаткой, какова в данном случае его острота зрения, и контролировать раз в полгода, это минимум. Надо приходить на контроль без всяких, когда-то, либо жалоб, приходить проверяться. Потому что, как доктор уже отметил, патология сетчатки, в данном случае, которая называется дистрофией, больший процент занимает именно после 50-60-летнего возраста. Потому как ослабевает обменные процессы, и тем самым дополняет гипертонией. Как вот женщина второй звонок сказала, что она болеет гипертонией достаточно давно. Изменения с сосудами, соответственно, уже произошли. То есть ей надо будет заниматься базодилататорами, то есть расширять сосуды, укреплять стенку сосудиков. Это все должны прописать будут терапевты участковые. Ну а из врачей-офтальмологов, окулиса, куда она ходит, вот, ей могут порекомендовать поддерживать такую терапию через дневной стационар, таблеточки с витаминами и комплексами, основу сделать на группу В и А. В таком плане. Помимо бабушки, да, хочется сказать, надо, все равно надо сходить к офтальмологу, да, но гипертоническое заболевание – это серьезное заболевание, там, надо смотреть состояние сетчаток, то есть, есть ли там сетчатки кровоизляний, там, то есть, называется, на фоне гипертонической кризис бывают тромбозы, да, там, окклюзии сосудов сетчатки, вот на это смотреть надо. Ну, считается, как среди остальмолог, такой, на данный момент дистрофия сетчатка, лечение – это, как бы, золотым стандартом, как ладерный когулят сетчатки. Ну, то есть, надо смотреть бабушку. Ну, вот отсюда вот истекает вопрос, вообще, какие симптомы чувствует человек при этой патологии? Вся коварность заключается в бессимптомном, значит, ну, то есть, происхождении. Человек ходит, не понимая сначала, учитывая бинокулярные зрения, то есть, если один лаз пострадал, но вторым человек пользуется, он не замечает, что происходит. То есть, до какого-то случая, то есть, либо он потесал, либо прикрыл, и тот, который слабый, в этот момент оставляя, то есть, понимая, что он слабее видит, то обращается. Либо на медосмотрах бывает такое, либо когда отправляет кто-то из диспансеризации, из участковых врачей. Конечно, есть случаи, когда сами обращаются, уже понимая, что что-то произошло. А сама симптоматика заключается в чем? Появление пятна перед глазом, допустим. Человек, если закрывает лучшевидящий, тем, которым слабо видит, он чаще свою причину, жалобу предъявляет, то, что мы видим пятно, либо искажение предметов, то есть, нарушение линий геометрических. То есть, либо смотрится, с человеком разговаривает, он видит его, допустим, габариты, допустим, плечи, пояс, а самого лица не видит, потому что это в центре. Ну, обычно обращен взгляд при разговоре. Также смогут объяснить, с учетом телевизора, других, допустим, каких-то моментов, которые в жизни, где они заметили это пятно. В цвет может поменяться, опять же, да. Многие говорят, как-то стало тускло. При снижении, при вот этой вот темновой, такой переход со светового в темную адаптацию, то есть, в сумеречное время, они тоже слабее видят, тоже говорят, мне очень плохо, я не могу даже передвигаться, хочется стоять и ждать, пока будет светло. Ну, многие по-разному все объясняют, в общем. Но причина основана именно на это акцентируется. Акцентируется. Симптомов очень много, да? У вас телефонный звонок на линии, давайте послушаем. Через зрителей. Добрый вечер, здравствуйте. Ассаламу алейкум, вы в эфире. Я хотела спросить, можно операцию делать или нельзя? А можно еще раз вопрос повторить? Про тромботический тромб на левой глазах. Тромбоз? Тромбоз? Я хотела спросить, можно операцию делать или нет? Тромб, тромб, тромбоз, да. Тромбоз. Пост-тромбоз. Да, тромбоз. Операцию. Ну, расскажите. Какой там операции? То есть, она получила травму, ушиб. И сейчас спрашивают, можно ли вообще оперировать? Я, как я понял, после тромбоза. То есть, тромбоз сетчатки. Пост-тромботический, скорее всего. Да, тромботический. Там тромбоз, это идет причина на фоне того, что закупориваются сосуды сетчатки. То есть, идет резкое нарушение, кровообращение. За счет этого кислородное голодание. То есть, кислород перестает поспать сетчатку. И идет омертвение. Надо учитывать, какой у вас тромбоз вида. То есть, бывает верхний веселочный, нижний аркад, верхний аркад и центральный. Ну, если говорить центральный, то тут прогноз очень неутешительный. Как бы плохая, да, плохая. Потому что, как мы говорили, сетчатка – это периферическая часть головного мозга. То есть, относится к зрительному анализатору. Так как мы знаем, когда нарушается нервная часть, она плохо, очень плохо восстанавливается, к сожалению. Вот так. То есть, с памятью, наверное, проблемы начинаются, да? Да. Если есть какие-то проблемы. Склерозирование. Склерозирование. То есть, да. И если у нее, как бы, надо смотреть, если верхняя аркада или нижняя аркада, то, как бы, процент того, что, как бы, сохранить то, что у нее зрение есть, и при, если благовременном лечении, то есть, если вовремя получать лечение, то, как бы, можно, как бы, есть вероятность, чтобы… Вероятность вылечить, да? То есть, без операции, да? Полностью вылечить я… Свежесть самой ситуации имеет значение. То есть, да, насколько это все произошло и вовремя предпринять методики, которые на сегодняшний день есть. То есть, либо добраться до сетчатки, либо приостановить продолжающиеся, допустим, если там, подсачивание. То есть, надо смотреть, опять же. Да, это равноценно только пониманию, когда человека видишь, хотя бы документально. То есть, если ранее какие-то обращения или там записи уже свидетельствующие того, что у нее происходит, можно понять, оценить и предложить. У нас на линии телефонный звонок. Ас-саламу алейкум, добрый вечер, здравствуйте. По поводу… У меня выявили… Угу. Так, глазное давление… Угу. Ну, то и галкому. Угу. Есть синдром сухо-сухих глаз. А что можно для профилактики или лечиться ли? Угу. 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 В принципе, вопрос ясен. Да. Ну… А у нас еще второй телефон на линии. Давайте мы послушаем дорогих наших телезрителей. Добрый вечер, ас-саламу алейкум, вы в прямом эфире. Ну, хотя бы картинка, чтобы… Добрый вечер. Вечер добрый. Вот, я на счет… Мне 52 года. Угу. У меня вот правый глаз, пациент красный, ей слезится. Угу. Угу. Она… Как будто вот… Что у меня глаза… Что же зажатые получаются? Мне так кажется, пациент. И мелкой гугл вижу плохо. Угу. Если я вот минут две уже на сутки смотрю, вот, сообщение дам, тогда у меня глаза начинаются плохо видеть. Угу. Угу. Все? Хорошо. Вопросы ясны. Давайте ответ дадим на первый вопрос. Давайте. Ну, на данный момент галукома, как бы, считается одним из таких заболеваний. В мире в данный момент от полного лечения от галукома нету. То есть… Основное лечение – это идёт глазные капли. То есть мы непосредственно глазными каплями снижаем внутроглазное давление. Чем больше… Выше глазное давление, тем, как бы, быстрее идёт гибель зрительного нерва. То есть атрофия зрительного нерва. Но зрительный нерва, если атрофируется, оно не восстанавливается. Угу. То есть первый стандарт – это для… хочется сказать, что пациент по рекомендации врача, то есть как кушает, так и капает. То есть режим соблюдать. Угу. 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 Вот так. И помимо этого, вот такие, ну, витаминотерапии вот такие. Угу. А насчёт того, что синдром сухого газа… Ну, синдром сухого газа… Ну… С чем он связан, да? С чем, да. Ну, основная причина – это внешний фактор. То есть холодный ветер, воздух, да? Пыль. Внешний фактор, то есть что вас окружает. То есть кондиционер вот такие. Это всё, получается, влияет на само яблоко, да? Нет. Это влияет на слезную плёнку. То есть слезная плёнка – это у нас состоит из муцинной облочки, слезная плёнка, то есть непосредственно жидкой и липидной. То есть липидная – это облаковать. То есть увлажняет глаз. Угу. Вот. Ну, как бы там идёт лечение, как след с заменителями каплей. И причину тоже надо искать. То есть слеза вырабатывает слезной железой. А железа – это относится к эндокринной системе. То есть если на фоне заболеваний эндокринных систем, тоже возможны такие жалобы. Касательно сухого глаза, у него надо вот, естественно, посмотреть на продукцию, как работает слезная железа. Насколько она функциональна. То есть если она слабла, то есть если иметь представление, значит, как помогать, какими увлажняющими препаратами. И ещё железки, которые обеспечивают таким же тоже увлажнением, питанием, защитой в этой слезной пленочке. Если они тоже от гипертрофии отдыхают, то понадобятся увлажняющие капли. То есть сухой глаз устанавливается только по проведённой уже диагностике. То есть есть пробы, которые необходимо сделать. Они называются по-разному. Методики, которыми должны владеть специалисты по месту, где они прикреплены, могут обратиться. В противном случае наш адрес, пожалуйста, можете давать. По мужчине, который второй вопрос, касательно покраснений, слабого, так скажем, зрения вблизи, ему надо элементарно подобрать очки. Если у него своих нет для того, чтобы он мог читать в них, соответственно, со своей соткой работать. Недолго, соответственно, от 40 до часа – это максимально непрерывное время. Испирируем. Вот. Проверить, насколько у него артериальное давление, измерить внутриглазное давление очень важно будет. Учитывая его возраст, он сказал, вроде бы, за 50, ему уже там. И в дальнейшем уже при осмотре понимать, если эти моменты, которые я вам предложил для диагностики пройти, там будет всё нормально, тогда дальше поиск уже расширить. Если это всё будет достаточно, значит, в этом скрывалась причина, и ему осталось только этим пользоваться адекватно, и всё. У нас на линии ещё телефонный звонок. Замечательно. Добрый вечер. Ассалам алейкум. Здравствуйте. Здравствуйте. Угу. Здравствуйте. Мне 78 лет. А откуда вы звоните к нам? Откуда звоните к нам? Из Астаны. Из Астаны я звоню. Делала операцию два года назад. И теперь на втором глазе можно нет, я обращаюсь вот к доктору Моисеенко, второй глаз можно нет оперировать. Я очень благодарна. Первый глаз хорошо меня видит. После первой операции. Какая операция была? А какая операция была? Катаракта. 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 Угу. Второй. Если второй ослаб, то, конечно, надо будет сделать операцию. То есть дать ему симметрию. То есть человек видит бинокулярно. Если с одной стороны ослабивает, то, соответственно, мозг получает, опять же, искаженную информацию. Если вы закроете, то для вас первоначально будет трудно пройти даже несколько метров. То есть нужна будет какая-то адаптация. А когда состояние ваше будет симметричное, то есть оба глаза будут видеть не тако хорошо, то вам будет самому гораздо проще, легче и в быту, и во всех остальных вопросах. А касательно каковой ситуации сейчас с женщинами, мне, конечно, непонятно. Если бы, можно бы хотя бы знать, какая острота и что происходит с тем, который она спрашивает, можно ли оперировать. Если противопоказаний к операции нет, если состояние сетчатки позволяет, если зрительный нерв при этом тоже функционален, то и результат операции будет высокий. — Возможно, вы ее оперировали, она благодарит вас. — Я работал какое-то время, да, в Астане. Очень приятно, конечно, если кто-то из пациентов мог сейчас меня увидеть. — Ну, в принципе, здесь существуют и формы, да, получается, формы дистрофии. — Да, мы немножко отошли от темы. — Мы немножко отошли от темы, поэтому надо снова нам в колью войти, в нашу прежнюю. Вот расскажите, пожалуйста, какие формы существуют? — Доктор уже сказал про формы, то, что есть… — Есть там центральная, центровая, боковая и центральная, да? — Центральная и периферическая. — И периферическая, да. То есть вот наиболее часто встречается какая из них? — Ну, в каждой форме. — Каждая своя имеется наиболее часто. То есть вот уже доктор отметил, да, касательно центральной. Эта возрастная особенность больше процентов занимает обращаемость с макулярной сетчаткой, да, нарушением. То есть так и называют макулярной дистрофией. Это та часть центральная, которую мы видим. А периферическая чаще страдают люди с нарушением зрения, если вы знаете, такие как близорукость, слышали? Вот при таких вот состояниях нарушается периферический отдел. Учитывая растяжение глазного яблока по тому, как сама близорукость подразумевает увеличение глазного яблока в размере. и растягиваясь глаз в длину, имеют участки истончения, которые могут сначала привести к дистрофичным изменениям. Ну, а в дальнейшем, если вовремя эти не обнаружить, то приводит к разрывам и более сложной ситуации. То есть, если человек с близорукостью и степень его близорукости средняя и высокая, то ему желательно консультироваться не реже одного раза в 6 месяцев либо по месту жительства в поликлинике и офтальмолога и проводить осмотр глазного дна на расширенный зрачок, чтобы было более детально оценить, что происходит внутри. И, по возможности, в лазерном центре. То есть, при обнаружении каких-то участков, уже, скажем, требующих себе внимания, можно провести лазерную терапию для того, чтобы укрепить эти места, которые могут в дальнейшем привести к более сложным изменениям. А у человека вообще появляется с возрастом близорукость, да? Или дальнозоркость? С близорукостью человек может столкнуться в возрасте, да, но эта близорукость, она мнимая, скажем так, да, учитывая помутнение хрусталика. Тогда близорукость немножко, конечно, прибавляется. Потому что хрусталик, когда мутнеет, он приобретает минус. То есть, его диоптрий снижается. А с возрастом, если человек не имел нарушения зрения, у него дальнозоркость. То есть, он далеко видит, но при том, чтобы что-то почитать, ему необходимо воспользоваться очками. Ну, в данном случае, очки рассматриваться будут как инструмент, то есть, который необходимо, чтобы увидеть что-то мелкое перед собой. То есть, во время чтения книги, отдела... Чтение, письмо, да, какие-то мелкие медитары, в таких случаях. С этим вопросом ясно. У нас на линии телефонный звонок. Добрый вечер, ассалам алейкум. Здрасте. Вы в прямом эфире. Здрасте. Здрасте. Алло. Да-да-да. Здрасте. 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 У меня вот такой вопрос. Сыну 5 лет. Угу. Он у меня эпилепсик. Также у него частичная атрофия вытильного нерва. В центре охлаждения сказали то, что он вообще не видит. Видите. А эпилепсик говорит то, что он видит просто из-за того, что у него сутрики идут именно в стене на затылочной части. Для этого он не фиксирует. Но как он на свет и на темноту, он реагирует хорошо. Еще есть нестагом. Вот. Как мне вот остановить нестагом, чтобы он как-то более фиксировал в стороне вот это? И вообще, возможно ли восстановление в частичном зрении? По поводу ребенка 5 лет, да? Да, по поводу 5 лет. Там эпилепсия идет, нестагма и атрофия зрительного нерва. Но как я понял, как бы вопрос состоит, видят ли ребенка или нет, как бы они не могут разобраться. Ну, как бы лечение, как бы она сказала то, что можно ли избавиться от нестагма, да? Угу. На данный момент, как бы основное лечение идет у нее, как бы от невропатологов. Как бы это нестагма, это идет последствия эпилепсии, то есть вторичный признак. То есть, да. Ну, как бы, ну, здесь лечение идет от невропатологов. Помимо этого, да, атрофия, вторичные изменения тоже, атрофия зрительного нерва. То есть, видеть ли ребенка, нет, это надо будет обследовать. Это есть специальное обследование, электрофизиологическое исследование глазного яблока. То есть, непосредственно с помощью датчиков мы, как бы, выявляем, насколько, как бы, зрительное, острота зрения есть, проходимость, то есть, проходимость зрительного нерва. То есть, идет ли гипоксия, вот такие, прогностическим, значит, ну, как бы считается. Ну, электрофизиологические исследования, то есть, эфи и глазного яблока делаются в специализированных, то есть, профильных клиниках, то есть, непосредственно это глазные клиники. То есть, ну, откуда я назвонил, что-то я не понял, забыл, да? Ну, если, как бы, во многих областных центрах имеется, как бы, электрофизиологические исследования. Ну, если нет, то у нас, там, в глазном институте, в Палмате, вот такие. Ну, и сопутствующих заболеваний, прям, очень много, да? При любых глазных патологиях, все равно, вот, как-то, есть, ходит рядом, да? Да, нарушение обменных процессов в организме человека приводит к массе нарушений, в данном случае, вот, к такой нежной оболочке, вот, как сетчатка. Ну, давайте тогда мы быстренько пройдемся по методам лечения. Какие существуют методы лечения? Ну, метод лечения, как бы, идет... И у нас осталось буквально две минуты, поэтому мы должны за две минуты уложиться. Ну, методы лечения медикаментозные, то есть, консервативные лечения. Идет, то есть, сосудорасчиряющая, что улучшит кровооручения такие, да? Помимо этого идет дальше ладерная терапия. Ладерная терапия в данный момент считается золотым стандартом для лечения, как бы, дистрофии сетчатки. И дальше идет хирургическая, то, что коллега мой сказал, как бы, там, наружная, внутренняя идет. Ну, и помимо этого, еще надо учитывать, ну, основное лечение, заболевание надо лечить. Если сахар, то сахарный диабет, давление, контроль сахара и общее давление. Вот так вот, можно сказать. Ну, скажем, хирургическое лечение, оно считается уже на любом этапе, как бы, финишным. Когда другие остальные случаи, методики не помогают, то приходится браться хирургии. Но во избежание, допустим, такой травматизации, попытаться, конечно, сначала отрегулировать все медикаментозно, таблетками, какими-то растворами. Существуют дневные стационары, существуют процедурные кабинеты. И самое главное, образ жизни каждого из нас, каждого пациента и человека, да? У нас остаются буквально 30 секунд. С этого и начали. Да, поэтому давайте еще по одному слову буквально, по профилактике пройдемся. Да, не забывать дышать свежим воздухом, прокуливаться, с радостным настроением, с улыбкой. Вовремя, вовремя обращаться. В первых появлениях обращаться. Дорогие телезрители, и в конце нашей программы хотелось бы просто завершить словами такими, что, ну, действительно, возможность видеть поистине этот драгоценный дар, дарованный нам всем от Всевышнего Создателя. Поэтому берегите свои глаза и свое зрение, дорогие телезрители, и старайтесь хотя бы в год раз, либо в полгода раз обращаться к врачам-офтальмологам. Берегите себя, своих близких, родных, и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова